Добрый день, коллеги! Рада вас приветствовать на нашем вебинаре, посвященном учету материалов в 1С и не просто учета материалов, такой огромный совершенно пласт ERP. И я бы хотела поговорить именно о том, как видят учет материалов бухгалтеры. И, соответственно, учет материалов в 1С ERP глазами бухгалтера. Сегодня мы с вами поговорим только о методах оценки по МЦМ. В прошлый раз я сильно размахнулась и заняла слишком много вашего времени, поэтому мы лучше бы с вами чаще встречаться. Сразу же указываю, что я буду демонстрировать свои примеры на релизе 2, 5, 10, 30, 8, потому что от релиза к релизу какие-то нюансы могут меняться. Еще раз, меня зовут Арханась Таренко. Я консультант-аналитик компании OderLive. Предлагаю сегодня с вами общаться следующим образом. Я что-то рассказываю, потом даю время для того, чтобы вы задавали вопросы. Вы, естественно, можете писать свои вопросы в любой момент, когда вам это удобно будет. А, соответственно, я буду оставлять обязательно время у себя после каждой подтенки или темы, то, как мы разберем для того, чтобы посмотреть какие-то вопросы и ответить на то, что, возможно, я упустила. Итак, пойдем с вами по порядку. Первое. О себе я написала. Давайте пока буквально две минутки, не больше, пока еще у нас подсоединяются люди. Я буду вам признательна, если вы напишите, из какого города. Впервые ли вы на наших семинарах от CoderLine? Были ли вы на нашей первой встрече по учету ТМЦ? Работаете ли вы в один из ERP? Либо только планируете. И если уже работаете в этой системе, то нам интересно знать, вы работаете с типовой программой, либо же у вас программа, доработанная конкретно от вашей нужды. Пока вы будете писать, я тогда, с вашего позволения, пойду сразу же и расскажу, о чем мы сегодня с вами поговорим. Поговорим мы с вами сегодня о методах оценки ТМЦ, что на сегодняшний день остались. Среднее за месяц, так называется, или, если кто знает подробнее, это среднее взвешенное. Это FIFO. Причем из FIFO осталось только скользящий метод. Это себестоимость индивидуальной единицы. Мы с вами поговорим, какие возможны варианты реализации в ERP в типовом механизме. И, соответственно, поговорим о себестоимости возвращаемых товаров. На самом деле, тема очень обширная, но постараюсь прямо вот все основные моменты поговорить. Итак, первое, о чем, естественно, хочется сказать, это, сейчас, одну секундочку, сразу же я перейду на программу, и мы с вами поговорим о настройке метода оценки стоимости товара. Вы помните, если те, кто был на прошлой нашей встрече, кто не был, соответственно, либо вспомнит, либо узнает, что метод оценки ТМЦ настраивается в учетной политике организации. Где учетная политика организации у нас находится? Это у нас НСВИ и администрирование, НСВИ, организации. Знайдя в организацию, соответственно, в любую из организаций, мы попадаем на общую информацию. Я очень кратко, соответственно, минимальные какие-то данные вносила для нашей демонстрации, для того, чтобы, опять же, не перегружать ни на себя. Итак, на закладочке «Учетная политика» у нас есть раздел «Учетная политика финансового учета». И вот именно здесь настраивается метод оценки стоимости товара. Обязательно, когда будете настраивать, обратите внимание на тот период, с которого это действует, а также, если вдруг были какие-либо изменения. Вот в данной ситуации у меня не было никаких изменений, но учетная политика имеет право меняться. Итак, соответственно, вот здесь настраивается либо среднее, либо фифо. Опять же, напомню, что это у нас получается либо среднее за месяц, среднее взвешенное, либо фифо скользящее. Вроде как бы, вот все легко и просто, но что-то зачем-то мы сюда с вами собрались, что-то я вам хочу, соответственно, по этому поводу рассказать. Итак, среднее взвешенное, фифо и себестоимость индивидуальной единицы реализации. Хочу также сразу вам сказать, что стоимость рассчитывается не в момент движения документа, то есть не в тот момент, когда мы записываем документ, а на конец периода, когда все документы, либо как мы считаем, что все документы введены и проведено закрытие месяца. Итак, из чего складывается среднее? Давайте я, наверное, здесь вам покажу слайд, чтобы это было немножечко нагляднее. Сейчас, на секундочку, быстренько. Сегодня буду много прыгать между экранами для того, чтобы показать и слайды, и программу, и еще Excel-ский файлик я вам приготовила. Итак, среднее за месяц, это у нас, она собирается и стоимости остатка, и стоимости поступления. И все это, соответственно, делится на количество остатка и количество поступления. Именно в этом виде у нас программа, и, собственно, говорит о том, что это среднее взвешенное. И мы с вами рассмотрим для начала вот такой пример по средней за месяц. Сначала, опять же, на слайде, что происходит в первом месяце. В первом месяце мы приобретаем две партии какого-то одного товара. Прямо делают все максимально упрощенно, чтобы было прям точно понятно, откуда что берется. Итак, есть партия А, там 10 штук по 400 рублей, и партия Б, 10 штук по 500 рублей. Месяц прошел, в следующем месяце есть еще одно поступление, это партия С, инфляция, все дорожает, и те же самые 10 штук уже пришли нам в 600 рублей. После этого мы проводим две отгрузки по 15 штук. Каждую продаем по 1000 рублей. Ну, такие мы барыги. И нам интересно понять, каким же образом ведет себя программа, каким образом рассчитывается себестоимость. Опять побежали с вами в программу. По-моему, у меня переключается. Значит, сразу скажу, я тут в целях экономии времени уже заготовила разных вариантов отчета. Чуть-чуть я буду останавливаться на лайфхаках о том, каким образом настраиваются отчеты, как они хранятся и где хранятся, собственно говоря. Так вот, первый из отчетов, это как раз у нас будет по отчету, где мы посмотрим себестоимость именно по средней за месяц. Смотрите, значит, возможно, вы уже это знаете, но вдруг не знаете. У нас в системе есть вот такая звездочка, куда попадают избранные какие-то документы, журналы, справочники, в том числе отчеты. И вот я сюда их насобирала и, соответственно, очень быстро могу просто отсюда открыть и попасть в этот отчет. Вообще, это классический отчет по себестоимости товаров, и он находится в финансовые результаты контролинг, отчеты по финансовому результату. Несмотря на то, что мы с вами бухгалтеры все рассматриваем с точки зрения бухгалтерии, мы будем обязательно этого касаться, но тем не менее стоимость все-таки нужна. И здесь в системе есть один классический отчет «Себестоимость товара». Но я к нему создала несколько разных отчетов, то есть с разными вариантами настройки. Причем, вы видите, что я создавала их и под пользователем-администратором, и под пользователем-админ. Очень быстро пробегусь по этому моменту. А вообще рекомендую, если что, приходите к нам на вебинар по настройке отчетов. Тоже очень интересно, каким образом я могу добавить данные отчеты конкретным пользователям, в какой отдел, кто видит, кто не видит, каким образом их выводить очень быстро. Так вот, себестоимость товара в организации, вот он совершенно классический такой, автоматически заполняется в текущий месяц. Можно выбирать различные организации и нужно делать различные настройки. Во многих управленческих отчетах по клавише «Еще» есть такой момент «Варианты отчета». И вот сюда добавились все те варианты, которые я сохранила. Но есть здесь и, соответственно, типовые совершенно варианты этого же отчета. Например, себестоимость товара в организации и себестоимость товара в предприятии. Предприятие включает в себя все организации, которые мы ведем в данной базе. И, соответственно, себестоимость товара по операциям, когда мы увидим движение. Ну, давайте очень-очень быстро, например, по одной организации, чтобы понимать. Так, вот у меня, я началом года, чтобы было проще закрывать год, формируется. Что это за отчет товаров именно по операциям? Есть начальный остаток вдруг, если он есть. То есть, ну, соответственно, на 1 января у меня не было начальных остатков. И, соответственно, какие операции? То есть операции – это не те документы, которые мы с вами здесь привыкли видеть. А это начальный остаток и приход. Приход из чего состоит? Из закупок у поставщика и возвратов товара поставщику. Дальше идет расход. Идет расход всего, соответственно, по количеству себестоимости и именно по операциям, из каких видов операции они укладывались. Из реализации клиентов, из возврата товаров поставщику и, соответственно, конечная остатка. Так вот, в этом отчете я уже себе сохранила отчет «Методы оценки ТМЦ». Вот я его назвала по средней. Соответственно, я его могу отсюда вызвать, этот отчет. Я могу по клавише еще вызвать варианты отчета. А также могу этот отчет вызвать из, соответственно, меню закладок «Избранные». Откуда мне удобнее, оттуда я и нажимаю. Итак, что мы здесь видим? Здесь мы видим, я как раз сначала его подготовила вам отчет, сразу же за тот период, который мы с вами проговариваем. Что у нас есть приобретение партии А, 10 штук по 400 рублей. Есть приобретение партии Б, это все в первом месяце здесь у нас, видите, последовательность. 21 января, 22 января, ой, 28 января, еще 10 штук по 500 рублей, соответственно, стоимость 5000. И в текущем месяце у нас есть еще одно поступление уже по 600 рублей. Все, здесь мы теперь с вами предыдущую историю видим. Мы переключаемся, соответственно, только на месяц февраль, чтобы нам уже видеть, соответственно, начальные с вами остатки по тому, что мы будем смотреть на дальнейшие наши движения. И что мы здесь видим? Мы видим, что в расходе у нас есть количество, но нет стоимости. Это как раз подтверждает то, о чем я сказала, что в любом случае стоимость рассчитывается не в момент проведения документа, а в момент закрытия месяца. Соответственно, для того, чтобы это сделать, мы заходим в финансовый результат и контролинг, закрытие месяца. Соответственно, вот видите, у меня были какие-то движения уже за январь после того, как я вроде как все сформировала и подготовилась к нашей с вами встрече. Но, тем не менее, в каком-то документе января я нажала клавишу «Провести», и после того, когда я нажала клавишу «Провести», система полностью, во-первых, сбрасывает все бухгалтерские проводки. Напомню, чем отличается система ERP от всех остальных систем. Что в системе ERP первичен оперативный контур, то есть управленческая отчетность, если можно так сказать, именно оперучет. Что у нас есть некое движение, пришло, ушло, есть, соответственно, начальные суммы и по стоимости, но мы с вами говорим, что у нас средняя движение, которая состоит из всех движений месяца. Соответственно, на момент проведения документа нет еще стоимости, которая включает движение месяца. Опять же, для упрощения примеров, для того, чтобы было проще в формулах разбираться, я не делала слишком много документов. Но, соответственно, когда вы будете работать, конечно, вы увидите этот момент. Пока система считает январь, я еще также напомню момент, что сначала система двигает именно оперконтур и в самом-самом конце только отражает документы в регламентированном учете. Вот сейчас как раз этим система у нас и занимается. После этого мы запустим закрытие февраля, система будет рассказывать, а мы провалимся в документ и с вами посмотрим, еще сделаю акцент на различии в терминологии. Что такое документ проведен и что такое документ отражен в регламентированном учете. Если в бухгалтерии, даже комплексной ВПП термин проведен, означал, значит, он и проведен, и сделал все движения в оперконтуре, и, соответственно, сформировались проводки. Слово проведен у нас ассоциируется со словом бухгалтерская проводка. В оперконтуре ничего подобного. В оперконтуре происходит следующее. Я здесь запускаю, зайду в отчет и вот, допустим, реализация товаров. Реализация товаров по умолчанию документ не формирует проводки. Клавиша провести документ отвечает за то, чтобы отразить в оперконтуре. А вот проводки регламентированного учета, именно нажатие на эту клавишу, означает отражение в регламентированном учете. То есть то, что родит проводки. Почему я сейчас не нажала на это? Потому что у меня идет, собственно говоря, процедура закрытия месяца. Если в этот момент я буду перепроводить какой-либо документ, то система, возможно, сработает некорректно. Поэтому лучше, конечно, в этот момент ей не мешать. Теперь уже дождемся. Здесь, на самом деле, я старалась делать, так скажем, минимально оптимальное количество примеров. И, соответственно, закрываю месяца только по тем организациям. Тут у меня их всего три, два варианта последних за месяц и одна по ФИКО. И вот эти как раз очень длинные обычно – это актуализация движений документов по данным взаиморасчетам. Ну, у меня здесь все просто, минимум договоров и так далее. И очень, соответственно, длинные – это распределение затрат и расчет себестоимости после того, как эти процессы сделаны. Дальше, естественно, движение по НДС. И все. Вот у нас как раз сейчас происходит отражение документов в рекоментированном учете. То, что во всех других системах мы уже обычно называем «проведет». Итак, после того, когда у нас уже расчет себестоимости произошел, мы можем переформировать отчет. И мы после этого, в реке превращается, у нас возникают данные по себестоимости тех товаров, которые нам, собственно говоря, интересны. Итак, мы увидели, что себестоимость у нас возникла после того, когда мы провели, отразили в рекоментированном учете. И сейчас я хочу переключиться. Фигура тут, фигура там. И мы побежали с вами в Excel. Все эти цифры, файлик мы вам тоже подарим, соответственно, не только на нашу презентацию, потому что презентация в этот раз очень насыщена отчетами. И, соответственно, есть некое описание, но каждую цифру расписать, это просто нереально в презентации. Она была бы тогда огромная. Итак, вот у нас есть приобретение А партия, приобретение партия В, приобретение партии С и две отгрузки. И я, соответственно, выделила, что у нас вот это метод оценки, соответственно, ТМЦ, среднее и метод оценки FIFO. Чем они отличаются? Почему я здесь еще и начала рисовать цветными карандашами? Значит, сначала давайте разберемся со средней. Итак, каким образом у нас считывается средняя? Средняя на начало месяца. У нас, получается, берутся суммы, количество суммы умножается, делится на количество, у нас получается среднее. Затем идет еще приобретение в этом месяце. И вот это приобретение уже попадает в среднюю за месяц. Соответственно, среднюю мы за месяц после этого рассчитали. И только после этого в реализацию, то есть когда вот у нас пошел тот период закрытия месяца, расчет себестоимости, у нас попадает именно средняя за этот месяц, то есть средняя взвешивая. Получается, что она абсолютно одинаковая во всех документах, движениях, перемещениях, передачах, с возвратами немножко в отдельный момент мы с вами про это проговорим, в реализации. Что происходит с FIFO? FIFO мы с вами сказали скользящая, то есть она такая постепенная. Так, у нас пришло 10 штук по 400 рублей. А продавали бы 15, ну, соответственно, FIFO, да, first, or first, out, то есть первый пришел, первый ушел. Соответственно, в этих 10 штучках у нас 10 штук из партии А. А оставшиеся 5, вот тут у меня формулы, все забито, все прямо вот так, чтобы было четко, понятно, откуда, что пришло. А 5 штук из партии Б уже по цене 500. Соответственно, высчитывается средняя стоимость, то есть вот она скользящая, да, для отгрузки 1. И вот у нас получилось 6 с половиной, мы сейчас чуть попозже вернемся в наш отчет и в презентацию, где я прям вот все эти цифры наглядно очень скажу. И, соответственно, то же самое происходит с отгрузкой 2, которая для средней абсолютно та же себестоимость, а уже для FIFO будет отличная от той, которая была в отгрузке 1. И побежали в складик, где я как раз складываю, вот она у нас себестоимость товара. Вот я здесь выделила только среднюю, вот у меня здесь картинка, да, что у нас на складе, наконец, месяца осталось 30 штук. Вот они, получается, 10, 10 было на начало, плюс пришли еще в месяц 30, и уже потом идет реализация. Так вот, реализация их получается по себестоимости 500 рублей, итого выходит 7,5. Вот у нас в картинке таблички и, соответственно, в отчете 1С все абсолютно идентично. Вот для этого можем идти смотреть что-нибудь еще. Соответственно, это у меня такая прямо совсем уже общая схемка получилась. И я уже сюда вставила оборот очков. Ну, соответственно, где хранится оборотка, вы знаете. Единственное, я бы хотела такой момент показать, что настраиваются отчеты не только управленческие, но и в том числе стандартные регламентированные тоже. Так, здесь мы закрываем. Больше вроде как нам ничего не потребуется. Я делала примеры только по январю-февралю. Так, где у нас находится с вами стандартный отчет, регламентированный отчет, стандартные бухгалтерские отчеты. Ну, вот здесь у меня система стоит локально, работает очень быстро. Но, тем не менее, я не люблю пока зайдешь в рекламентированный отчет, особенно если здесь полей у меня больше, пока найдешь вот нужное здесь поле. Я, как правило, вот обороты сальдовой ведомости всегда себе вывожу в закладочке. То есть очень удобно. Я, как правило, нажал, и она у меня, собственно говоря, открылась. В эту ведомость точно так же очень легко настроить. Вот здесь я уже сразу же настроила у нас по как раз средней по количеству. Но единственное, что видите, я ее формировала в тот момент, когда еще не было закрытия месяц. Сейчас мы закрыли месяц. И вот мы, соответственно, все продали, себестоимость у нас очистилась. И теперь точно так же, как на слайде. Дело в том, что в настройках, ну, во-первых, вы, естественно, знаете, что здесь мы можем двигать разные моменты, в том числе и в разрезе организации. То есть брать не только одну организацию, а несколько. И у нас будет такой пример. И после того, когда мы сформировали все показатели, которые нам нужны, которые мы будем анализировать, мы можем сохранить настройки. Вот я как раз для нашего вебинара подготовила три варианта настроек. Соответственно, очень легко потом выходить, формировать отчет, если вы часто пользуетесь. Ну, допустим, сейчас я делала последний, но потом в следующий раз, например, вот нам нужно посмотреть по возвратам. Я просто нажимаю «Заменить» и «Ранить сохраненные настройки». Предположим, ну, так, и выбираю настройки, какие мне нужны. Так, и то, что я предыдущее сделала, я заменила ранее созданный отчет. Поэтому теперь мы его будем восстанавливать, настраивать вместе, когда он нам понадобится. Дальше. Следующий момент. Здесь мы с вами проговорили. Оборотки, ну, проводки совершенно стандартные, типовые, поэтому я на них не останавливаюсь. Откуда формируются проводки мы с вами говорили, что ГПУ, ГПУ, где у нас ГПУ номенклатуры, зашиты в элементе справочника номенклатуры. Это мы уже прямо вот такие молодцы, все знаем, все умеем. Следующий момент, это у нас, я вам хочу показать, это FIFO, соответственно, FIFO, скользящие. Пример, в принципе, абсолютно тот же самый, точно так же те же самые партии, те же самые реализации. Вопрос только в том, каким образом у нас будет рассчитываться эта себестоимость. Но мы с вами это уже проговорили на экселевском файлике, поэтому здесь у нас расписано, здесь у нас отчет по себестоимости. Сразу же я уже вывела. Так, после этого, сейчас, одну секундочку, я тут, чтобы сразу же все нужное показать. И сюда же вывела презентацию скрин из экселя, который мы с вами проговорили, который я тоже с вами поделюсь, где вы посмотрите, каким образом, еще раз, для себя, каким образом собирается эта себестоимость по FIFO. И еще один момент такой, очень интересный. Значит, что по FIFO выполняется расчет себестоимости в рамках прямо полноценного партионного учета. Вот по средней партионного учета нет. А по FIFO есть. И, соответственно, здесь показывают скрин, то, каким образом можно настраивать управленческий, получается, отчет по разрезе партий. Значит, вот у меня, видите, я тут такая... Чтобы экономить время, на самом деле, не потому что, я не знаю, потому что, правда, мне хочется за час рассказать вам как можно больше информации. Значит, у меня уже сформировано два отчета. И, вот видите, я подписала методы оценки ТМЦ по партиям и в разрезе документов, где это настраивается и каким образом это делается. Итак, идем на строчки. Здесь у нас идет организация, номенклатура, документ. Причем, если, например, да, эти поля видны только тогда, когда вы нажмете на клавишу расширенной. Так как я уже ей пользуюсь, то она у меня автоматически открылась. Причем, вот видите, нажимая расширенной, дальше нужно перейти в структуру. При этом, если вы захотите добавить организацию, возьмете добавить, добавить, и пройдете, а вы не увидите организацию. Дело в том, что организация спрятана вот здесь в структуре предприятия. Здесь же спрятаны и склады, которые нам тоже понадобятся. Вот в данной ситуации я настроила именно таким образом подчиненность. Сначала организация, потом номенклатура, потом документ. Соответственно, и вот я смотрю по этой номенклатуре, каким образом у меня в организации его скользящие. Опять же, я в этом отчете могу, например, еще добавить вторую организацию и сравнить, как у меня эти позиции, чтобы сразу было видно, рассчитываются. Документы, мы с вами поговорили, абсолютно идентичные, но финансовый результат разный. Соответственно, здесь у нас общая себестоимость 15 тысяч, а здесь у нас общая себестоимость тоже 15, но она распределена по другому. Так, это у нас в разрезе документов, но мы с вами говорили про партионный учет. Соответственно, я настроила отчет. Давайте этот сразу закроем, чтобы он нам не мешался. Отчет именно в разрезе партии. Что я сделала в настройках? Я сделала в настройках, опять, расширенные, структура, и вместо документа, видите, документ я увела вниз, либо его можно просто вот так убрать, на самом деле разницы совершенно никакой, и добавила, соответственно, в качестве аналитики партию. То есть я вот так добавить, и здесь уже выбрала партию. Тогда, так как это у нас отчет по движению себестоимости, мы смотрим, каким образом двигается именно себестоимость, а не документы, как в предыдущем отчете. Вот мы видим, что у нас было приобретение на начало месяца, так как это у нас февраль, на начало месяца у нас всего 20 штучек на общую стоимостью 9, и был еще приход. И каким образом у нас, наоборот, теперь списывается это себестоимость? Сначала списалось 10 по 40, затем 10 по 50, а затем из следующего уже приобретения, из приобретения этого месяца еще списалось 10 по 60, не по 50, конечно, а по 60. Все, мы с вами разобрали прямо вот и на схемке, и в Excel, и, собственно говоря, в отчете. Дальше. Наверное, по методам оценки у меня все, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, то я их жду, и мы с вами пойдем дальше рассматривать. Так, таганрог, да, нет, да, не доработанная. Так, это у нас Ирина только ответила на первый вопрос, который с первого слайдика я написала. Хорошо, очень рада. Ирина никогда не была в таганроге, возможно, когда-нибудь однажды окажем все и у вас. Так, значит, если по предыдущему моменту у нас вопросов нет, тогда я позволю себе перейти дальше. Так, да, 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 у вас стандартные, здорово, ну, типовым механизмом, конечно, все намного проще. Так, и тогда с вами двигаемся дальше, раз пока что больше вопросов нет, и с вами проговорим по еще себестоимость. Дело в том, что себестоимость, мы с вами поговорили среднее и фифо, вроде как, ну, о чем еще разговаривать. Все, примеры посмотрели, вебинар закончился, всем спасибо, до свидания. Но не тут-то было, я вас еще пока не отпускаю, если вам еще интересно. Дело в том, что себестоимость, она вот не чисто средняя, не чисто фифо, а у нее есть некие, так скажем, ограничения, что ли. И эта себестоимость рассчитывается в разрезе складов, в разрезе направлений деятельности, по видам деятельности НДС, причем тут какие-то такие слова жесткое обособление и мягкое обособление. Естественно, на примере мы с вами посмотрим только самые элементарные, только в разрезе складов, только в разрезе направлений деятельности и только по видам деятельности НДС. На самом деле на предприятиях это все может быть абсолютно перемешано, то есть одновременно и в разрезе складов, и направлений деятельности, и по видам деятельности, а там можно еще по подразделениям, по менеджерам и так далее. Так вот, дело в том, что себестоимость в ERP она считается в разрезе складов. Вот, чтобы посчитать в целом по предприятию, когда у вас много складов, нет такой возможности, именно не то, что нельзя таким образом настроить отчет, а логика программы такая, что для нее одна и та же номенклатура на разных складах это разные элементы учета. То есть позиция А на складе А и позиция А на складе Б себестоимость у них считается обособленная, она никак не пересекается вне зависимости от того, по средне она идет либо по фифо. И вот здесь нужно четко понимать, соответственно, если вам нужно считать себестоимость именно в целом по предприятию, то тогда необходимо использовать только один склад. А для фактического движения по складам уже использовать такое понятие, как помещение в качестве складов это орберная схема и помещения в реакучете никак не отражаются, но они получается будут отражаться в оперконтуре и показывать действительное настоящее движение. Так вот, мы с вами соответственно сначала посмотрим по себестоимости в разрезе складов и у меня тут сразу такой пример мы с вами пойдем в систему и в системе откроем тот же самый сначала отчет, а потом расскажу что было так, вот отчет я поменяла. Если вдруг соответственно какой-то настроенный отчет либо преднастроенной системой, если я его перенастраиваю, система всегда у меня спрашивает, что нужно ли мне сохранить такой отчет или не нужно сохранить такой отчет. Соответственно в данной ситуации мне совершенно все равно нужно не нужно вспомним что мы делали я просто из настроек убрала слово документ поэтому на функциональность вообще никак не повлияет соответственно мой отчет поэтому я спокойно безболезненно пишу сохранить но это сохраняется тот отчет который я уже направила если бы это был какой-то предопределенный отчет то тогда бы система спросила для кого вы хотите его показать а как его назвать а в какой подсистеме показывать так следующий вопрос еще это у нас средняя себестоимость в разрезе складов я что сделала я точно так же ввела абсолютно одинаковые документы по приобретению и по реализации и при этом так прошу прощения это у меня такой сводный отчет то что мы с вами уже делали где одновременно видно движение номенклатуры и по организации у которой в учетной политике стоит по средней и по организации в которой соответственно у нас стоит фифо скользящие такой сводный отчет теперь идем по складам взяла опять же номенклатуру две номенклатуры сделала абсолютно одинаковые документы разница у них лишь в одном что в одной номенклатуре я ее прямо так и назвала номенклатура один слад вот кстати сейчас тоже я специально здесь не удала под этим пользователем показать например вот я не пользуюсь функциональностью номенклатура поставщика она мне лишняя я тогда соответственно по клавише еще захожу захожу изменить форму и убираю галочку у поля номенклатура поставщика ну например мне нужен артикул соответственно я могу поставить артикул например поставщика код номенклатуры поставщика либо свой артикул и тогда у меня поле меняется сразу же абсолютно во всех документах данного типа но только у меня как пользователя итак эту номенклатуру я соответственно во всех документах движения помещаю на один и тот же склад вот в данной ситуации я сделала на то а здесь есть у меня номенклатура которая в движениях разложена на разные склады и опять же легким легкой манипуляцией я могу этот отчет немножко перенастроить потому что здесь соответственно если мы смотрим то мы не совсем понимаем и если начнем считать в экселе то мы не вот выйдем на те цифры которые есть значит у нас получается что тоже сразу чтобы было видно все движения делаю в одном месяце чтобы не было вот этого переходящего себестоимости для опять же упрощения то есть было поступление те же самые поступления 10 по 400 и 10 по 500 и две реализации 5 и 5 соответственно каким образом рассчитывается себестоимость для этого давайте проще нам конечно сначала посмотреть в экселе чтобы было понятнее и смотрим сначала вот здесь каким образом движется среднее у нас два приобретения по себестоимости соответственно так как у нас движений нет больше приходов мы все собрали начальных остатков как будто бы на тот момент нет но если были начальные остатки естественно мы бы еще взяли точно так же среднюю себестоимость которая рассчитана по итогам предыдущего месяца добавить все вот у нас средняя себестоимость получилась 450 соответственно две реализации у нас так как количество одинаковое ну опять же я для наглядности такие примеры делала у соответственно у каждой реализации общая себестоимость по 2,5 тысячи если то же самое я делаю на разные склады то есть делала одно приобретение первое на один склад второе приобретение сделала на второй склад и вот у меня идет первая реализация смотрите значит если бы это было классическое прошу прощения потому что мы последний по идее значит если бы систем для системы это был бы один элемент одна единица учетная то тогда бы считалось точно так же по 450 450 но мы видим что нет совсем не так потому что и опять красным цветом прямо прописывают что зависит от склада дело в том что для него это же самая позиция вот приобретение на ну грубо говоря шелтый склад это одна единица учетная а позиция на та же самая позиция на самом деле на зеленом складе это совершенно другая учетная единица для расчета себестоимости точно так же как вот вы купили соответственно разложили что-то там у себя не важно дома на работе те же самые допустим ну вашу номенклатуру отвезли на разные склады соответственно вы не можете в Петрозаводске продать если у вас покупатель стоит физически в Петрозаводске и эта номенклатура лежит в Таганроге то есть либо нужно покупателю ехать в Таганрог либо номенклатуру соответственно передвигать из Таганрога то же самое и здесь для системы это разные учетные единицы поэтому в реализации с зеленого склада будет брать себестоимость данного зеленого склада соответственно при реализации желтого склада он будет брать себестоимость желтого склада ну соответственно если бы их здесь было несколько и еще начальные остатки то мы бы соответственно собрали все приходы и начальные остатки на желтом складе собрали бы среднюю себестоимость и то же самое бы сделали на зеленом складе но здесь вот я говорю для упрощения Цифры у нас там, 2,5, 2,5 и 2,500 и 2. И пойдемте проверим, как у нас работает система. Вот у нас получается номенклатура. Если на одном складе действительно 2,5, 2,5, и здесь она по-разному получается. Сначала с этого склада взяла по 500 рублей 2,5, а потом вот с этого склада на 2,000. Чтобы опять же лучше этот момент увидеть, сейчас мы с вами перенастроим этот отчет и добавим еще склад, только склад вот сюда поднимем чуть-чуть повыше, над документом, тогда увидим, собственно говоря, прямо у нас будет все наглядно, каким образом рассчитывается, потому что в предыдущем примере мы так сформировали отчет, что нам это не очень наглядно. Прошу прощения, что не очень много показываю обороток, с оборотками пока что все легко и просто, вы там все увидите, а все-таки еще раз напоминаю, так как ERP работает в первую очередь на регистрах оптер-контура, то бухгалтерам до тех пор, пока документы не отражены в рекучете, нужно уметь пользоваться отчетами оптер-контура. Так, здесь соберем наши отборы, которые стояли по среднему, тут у нас все понятно, и вот у нас что получается по разных складам. Вот у нас пришел, соответственно, по 400, и себестоимость его посчиталась здесь. У той же самой позиции, абсолютнейшей той же самой позиции, но на другом складе считается обособленно, то есть только в разрезе складов. Соответственно, еще раз возвращаюсь к тому, что если нужна общая себестоимость по всей организации, тогда необходимо использовать только один склад, а в оптер-контуре пользоваться помещением, то есть ордерной схемой. Так, вопрос. Ну, как из бочки, только у меня. Так, коллеги, давайте, скажите, пожалуйста, только у вас. Давайте я сейчас еще момент такой проэкспериментирую. Вот сейчас говорю. И вот так говорю. Какой звук лучше? О, все, теперь отлично. Понятно, а то мне наоборот до этого говорили, что не очень было хорошо, поэтому я включала гарнитуру, теперь отключила. Все, спасибо, что вы говорите. Так, все, соответственно, мы с вами посмотрели, как ведет себя себестоимость в разрезе складов. Мы посмотрели сразу же, каким образом перенастроить отчет. Ну, соответственно, если я хочу, то я сохраню. Если не хочу, не сохраню. И такой же, собственно говоря, у меня отчет, но по FIFO абсолютно тот же самый пример, все те же самые приобретения, все те же самые реализации, за исключением одной, которой у меня немножко не хватает, если у нас по разным складам. Почему? Давайте пойдем сначала в Excel. Это у нас такой, типа, мы, экскурсия по складам. Значит, когда мы складываем номенклатуру для системы на один склад, соответственно, для нее вот все легко и понятно. Было первое приобретение по 400 рублей и второе приобретение по 500 рублей. Здесь 10 штук, здесь 10 штук. А реализуем постепенно 5, 5 и 10. Значит, соответственно, так как это у нас FIFO, первый пришел, первый ушел. Соответственно, первые эти 400 рублей, видите, прямо формулами вам файлик дадим, и вы будете смотреть. Соответственно, первые 5 позиций у нас из этой партии, вторые 5 позиций тоже из этой партии, а вот следующие 10 штук уже пошли из второй партии, соответственно, себестоимость у них стала 500. Что происходит, если у нас все то же самое, но на разных складах? Соответственно, первое приобретение было по 400, но первая реализация, себестоимость берется 500. Почему? Потому что там у нас было приобретение на желтый склад, а реализация с зеленого склада, а на зеленом складе реализация 500. Себестоимость. Соответственно, по 500 она и списывается. А вот третью реализацию именно сразу же одним документом на 10 штук мы сделать не можем. Почему? Потому что мы видим, что у нас на каждом складе было по 10 штук, мы с каждого реализовали по 5, и у нас всего-то 10 позиций есть, но они на разных складах. Соответственно, либо мы должны создать два документа реализации, каждый по 5, либо мы должны сделать перемещение с одного склада на другой склад, и уже после этого сформировать документ реализации на общее количество. Соответственно, вот здесь я тоже прописываю, что себестоимость у нас будет зависеть от склада. и вернемся с вами в 1С, и как раз вот этот момент у нас увидим. Опять же, перенастроим. Вот как раз у нас, видите, здесь нам нужно донастроить, сюда добавить нам склад. Склад мы сказали, что у нас находится в структуре предприятия. Добавляем склад. Склад нам, конечно, удобнее видеть выше документа, то есть документы более ниже подчинены. Соответственно, когда у нас на одном складе, здесь мы проговорили, все понятно, а если это у нас на разных складах, соответственно, вот она себестоимость собирается. По 400 и, соответственно, второй по 500. Если же мы попробуем сформировать еще один документ, мы же знаем, если бы мы не знали, что у нас система только такая умная, что она считает на разных складах, вот мы знаем, что у нас их всего-то на предприятии G10, допустим, у нас будет 25 февраля, по сумме мы ничего не меняем. Единственное, что вот нам нужно 10 штук продать, и увидели, что статус «Я поменяла» на «Реализованное», потому что предоплате – это только движение по оперконтуру, а реализовано именно уже отражение в рекламентированном учете. Соответственно, при попытке провести такой документ, система мне говорит, что не удалось, и, соответственно, так видно, по-моему, там из-за зума, что не можем это сделать, так как у нас на данном складе нет такого количества. Соответственно, мы с вами проговорили, что делаем. Что мы с этим делаем? Либо делаем документы перемещения, либо делаем две реализации, два документа реализации с каждого, и, соответственно, себестоимость с каждого будет потом. А вот если мы сделаем перемещение с одного склада на другой склад, то потом в конце месяца эта себестоимость свернется. И, соответственно, допустим, если мы будем реализовывать не 10 штук, а, например, только всего одну штучку, то вот эти 10 уже будет собранная себестоимость, потому что она будет собираться в зависимости от того, на какой склад перенесется. Так, это по поводу складов. Значит, коллеги, есть ли понимание, что такое обособление себестоимости в разрезе складов и что такое жесткое обособление? Так, все замечательно. И идем тогда дальше. У нас еще есть обособление, которое тоже жесткое, и это обособление называется по направлениям деятельности. Направление деятельности... Пусть будет сохранено у нас. Так, сейчас, коллеги, на секунду. Так, спасибо, Ирина. Так, спасибо, Михаил. Направление деятельности. Используют не все организации. Ну, такое самое распространенное, например, это госконтракты, например, если у кого-то есть. Допустим, вот где мы внедряли проекты, например, фармацевтическое производство, там они различные бренды использовали в качестве направления деятельности. В качестве направления деятельности использовали различные направления, допустим, для авиакомпании, где мы внедряли ERP. Итак, где это настраивается? Настраивается это НСИИ и администрирование, финансовые результаты контроллинг, учет товаров. И вот здесь у нас есть обособленный учет себестоимости. Вот я поставила, что мы его начинаем вести обособленный учет с февраля 2022 года. Ну, собственно говоря, с того момента, когда я веду примеры. Соответственно, есть обособление по сделкам, но это реку что-то не касается, по подразделениям, менеджерам, это уже несколько такие детали. Что я сделала, какие примеры сделала. Давайте бежим в Excel и смотрим пример по направлениям деятельности. Сейчас, одну секундочку, у меня экран. По направлениям деятельности, правильно. Соответственно, здесь я уже тоже все равно прописываю, что это я все делаю на одном складе, потому что в противном случае это будет формула такая более завышенная. и каким образом это оформляется в базе, тоже покажу. Здесь я разными цветами оформляла уже не один склад, а разные направления деятельности. То есть сделала поступление по 100 рублей на одно направление деятельности, пусть это будет желтое направление деятельности, и сделала приобретение 200 штук по себестоимости 200. А потом двигаю документы, двигаю эти позиции именно в разрезе направлений деятельности. И вне зависимости от того, что первое у нас приходит перемещение по времени, но себестоимость у него цепляется, не уже в зависимости там от фифольной, либо от средней, а именно от зависит от того, какое направление деятельности указано в документе. Так, да, еще раз, где включили направление деятельности? Одну секундочку, сейчас я покажу. Так, первый момент. В подсистеме финансовые результаты контроллинга здесь есть направление деятельности. И, соответственно, направление деятельности, когда используете, они настраиваются, и, соответственно, здесь можно, например, вести по направлению деятельности учет расчетов с клиентами, с поставщиками, учет денежных средств по этим направлениям деятельности, внеоборотные активы. Вот у нас в данной ситуации прописано, что в рамках этого направления деятельности мы ведем учет запасов и расходов. Мы сейчас с вами взаиморасчеты, ни денежные средства, ни оборотные активы не трогаем. Где включили именно обособление? Обособление включили НЦИ и администрирование, финансовый результат и контролинг, учет товаров, обособленный учет себестоимости с какого времени. После того, когда мы включили вот эту опцию, у нас в документе появляется следующее. А вот давайте мы как раз с вами, знаете, сейчас настроим отчет вместе быстренько. Финансовые результаты контроли, потому что там как раз я показывала на примере оборотно-сальдовой ведомости. Себестоимость товаров. Так, естественно, сначала выбираем перевод. Нас интересует февраль. Дальше заходим. Настроечки. Обязательно расширенный. Так, у нас номенклатура. Номенклатура, чтобы… Ну, это у меня вот так называется товар направления деятельности. Я его обозвала. Значит, чтобы его быстрее найти, я могу включить виды номенклатуры. Соответственно, по видам номенклатуры, вот я знаю, что она у меня в товарах, вот он у меня, вот такой товар. Я его обозвала, что в разрезе направления деятельности. Соответственно, по организации мне интересно, как будет себя вести при среднем, как будет вести при ФИФО. Характеристика из серии меня сейчас не интересует. И также меня интересует в разрезе документов. Так, соответственно, здесь мы будем видеть наши документы, которые формировались, где в самом документе указывается. В товарах. ТОВАРАХ, да, именно для ТМЦ. У нас появляется такое слово назначение в табличной части. На самом деле, когда мы провалимся в этот список, то мы попадаем в выборы назначений и автоматически проваливается в справочник, в, видите, направление деятельности. Соответственно, вот я указала, что купила 100 штук по 100 рублей для направления деятельности 1. Можно, в принципе, в этом же документе было сделать 2, но тогда бы не была совсем понятна последовательность, особенно для ФИФО. А мне хотелось очень аналогичные примеры сделать. И, соответственно, приобретение. ТОВАРАХ. 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 И вот направление деятельности 2. Соответственно, в документе перемещения у нас опция, что мы перемещаем. Я с одного склада на другой склад перемещаю и указываю, что меняю, допустим, направление, в рамках какого направления деятельности. То есть поступление было на один и тот же склад, делаю перемещение на другой склад и указываю направление деятельности, в рамках которого это происходит. Соответственно, что здесь хочу сказать, что оборотно-сальдовая ведомость тоже может показать вам направление деятельности, потому что очень часто случается так, что мы, бухгалтеры, очень редко используем это у себя и, соответственно, открываем, начинаем рассчитывать в Excel и понимаем, что вот некорректно он рассчитывается. А на самом деле все происходит от того, что именно идет движение в различных направлениях, в рамках различных направлений деятельности. Так, времени у нас уже прям совсем в обрез, поэтому я, можно с вашего позволения, на формулах уже сильно подробно останавливаться не буду, потому что файлы в любом случае будут привязаны. Мне бы сейчас еще хотелось сказать о таком моменте, что вот если нам нужно каким-то образом уникальную себестоимость каждого элемента изделия, оно вот у нас уникальное, неповторимое делаем. Значит, дело в том, что это возможно сделать и возможно это сделать с тремя способами. Один, так скажем, более-менее ничего, один такой, ну, не сильно симпатичный, но тем не менее можно. В рамках, сейчас скажу одну секундочку, это либо мы заводим каждый раз новую номенклатуру, ну, я не знаю, допустим, какие-то там уникальные вещи делаем, да, и мы должны каждый раз там делать стол один, стол два, стол три, стол четыре. Можем ввести в номенклатуре характеристику или серию, где включается характеристика и серия. Это у нас, опять же, в НЦИ и администрирование номенклатура. В номенклатуре есть, вот он как раз сразу в таком виде, в разрезе учета. Можно включить, что мы ведем учет по характеристикам и по сериям. Ну, вот в данной ситуации функциональность серии включена и уже использована, поэтому ее нельзя отключить. От характеристики можно... Еще такой момент. Войдя в один и тот же пункт меню, разные пользователи даже в одной и той же программе могут видеть разные вещи. Первое, это, ну, во-первых, правила доступа, во-вторых, по разным организациям, разной учетной политики, а третье, если вот одна галочка стоит в одной базе, а в другой галочке не стоит, соответственно, вы прямо будете видеть разную картину. Итак, что у нас сейчас... Одну секундочку. Вот как раз я не стала готовить отдельный пример, а воспользовалась теми примерами, которые у нас есть в базе. Это демо-база. Так, программка просто тема-демо-база. Вот, в справочнике номенклатура есть некое количество эмалей. Вот, видите, я набрала, зашла в справочник НСИ администрирования, номенклатура, в поиске набрала слово эмаль, и у меня в справочнике всего три позиции. Но, когда я формирую отчет, но, опять же, по себестоимости товаров, то вижу позиции значительно больше. Почему? Потому что включаются характеристики и серии. И для системы это, опять же, разные элементы справочников. Эмаль с серией вот такой будет считаться обособленно от эмали с другой серией. Серии можно еще ввести по сроку годности. Поэтому вот характеристика серии в оборотно-сальдовой ведомости вы не увидите. И, соответственно, в стандартных регламентированных отчетах вы этого не увидите. Именно поэтому я постоянно больше показываю отчеты именно по себестоимости, именно связанные с оперконтуром, потому что здесь, собственно говоря, все секреты. И здесь понятно, из чего и как складывается себестоимость. Коллеги, к сожалению, время у нас уже закончилось. Я, к сожалению, не все успела рассказать. Я вам еще хотела рассказать про обособление по НДС, по видам деятельности, связанным с НДС. И хотела рассказать, как ведет себя себестоимость в документах-возвратах. Поэтому тогда после Нового года мы с вами еще раз встретимся и продолжим этот экскурс в такую замечательную, интересную, оказывается, богатую тему, которая называется «Методы оценки себестоимости ТМЦ». Спасибо вам огромное, что вы пришли, нашли время перед Новым годом, еще и на работу. Поэтому рада вас видеть на наших семинарах. Ждем вас в гости и ждем от вас запросы, какие темы вам интересны, что мы еще не успели вам рассказать. Всего доброго, всем с наступающим Новым годом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok